В самой Сирии власти получили подтверждение тому, что военная помощь США, предназначавшаяся так называемой умеренной оппозицией, попала к террористам. В штабе сирийской армии рассказали, что на позициях, которые оставили боевики ИГИЛ, обнаружены те самые контейнеры, что американские ВВС сбрасывали своим союзникам на прошлой неделе со стрелковым вооружением, боеприпасами, радиоприборами и обмундированием. Всего, напомню, Соединенные Штаты тогда отправили в Сирию более 50 тонн. Опасения, что все это может попасть не в те руки, прозвучали почти сразу. Теперь, похоже, есть доказательства. Тем временем правительственные войска постепенно освобождают от боевиков все новые территории. Так, в городах Идлиб и Хама они одержали несколько важных побед над группировкой Джабхат-Ан-Нусра. В России она, напомню, запрещена. С места событий репортаж Олега Шишкина. Артиллерия наносит удары по позициям боевиков у города Сукейк. Он в 10 километрах отсюда, после такой артподготовки, на город начнут уступления штурмовые батальоны сирийской армии. Снаряды калибром 130 миллиметров. Тяжелая артиллерия. По данным разведки, боевики оборудовали по Цукейкам несколько мощных опорных пунктов. Сломать артиллерийским огнем оборонительные рубежи террористов сейчас главная задача. От выстрелов дрожит земля. На горизонте видны черные клубы дыма. Это результаты попаданий снарядов. Боевики ведут охоту за семьями сирийских военнослужащих, поэтому интервью только спиной к камере. По нашим сведениям, боевики несут ощутимые потери. Мы готовы сражаться. Наша цель – выгнать террористов с нашей земли. И мы добьемся этого во что бы то ни стало. На этих позициях артиллерия работает уже больше недели. По боевикам выпущено несколько сотен снарядов. Батарея стоит в чистом поле. До ближайшего населенного пункта несколько километров. Если будет ответный огонь, мирные жители не должны пострадать. Вот сейчас только отстрелялся град, и бойцы сирийской армии отдыхают прямо здесь, на огневых позициях. У костра можно согреться, среди вот этих пустых оружейных ящиков поспать. А вот здесь, на этом кострище, ну, видимо, здесь, а это уже артиллерия. А здесь, видимо, уже бойцы готовят себе пищу. Сирийская армия развивает наступление. Город Мурек в провинции Хама неоднократно переходил из рук в руки. Жестокие бои с небольшими перерывами продолжались несколько месяцев. В мирное время в городе Мурек проживало 2000 человек. Сейчас здесь никого. Все уехали от войны. Возвращаться людям практически некуда. Вокруг ни одного целого здания. По данным сирийских военных, в городе хозяйничали боевики из организации Джабхатан-Нусра. Это одно из подразделений Аль-Каиды. Сирийская армия здесь использовала проверенную тактику. Вначале артподготовка, а затем зачистка города штурмовыми бригадами. Это один из домов, как нам рассказали сирийские военные, где держали оборону боевики. Вот выкопана траншея для ведения огня и, главное, колодец с водой. То есть в этом доме даже в окружении можно было продержаться какое-то время. Чтобы обращать внимание, нет следов боя, ни стрельных гильз, ни крови, ничего. Похоже, эту огневую точку накрыли артиллерийским ударом, и боевики не успели оказать сопротивление. По крайней мере, характер разрушения говорит именно об этом. Территория еще полностью не разминирована. В здания советуют военные лучше не заходить. Возможно, остались растяжки. Безопаснее всего передвигаться максимально близко к стенам домов и стараться не выходить на открытое пространство. Самое безопасное время в этом городе, когда идет дождь, видимость плохая, и снайперам трудно прицеливаться. До позиции боевиков отсюда километров 5-7, но время от времени террористы посылают сюда диверсионные группы, которые работают на окраинах города. Сейчас перед сирийской армией поставлена задача полностью освободить все северные районы провинции Хамад боевиков, выйти к городу Идлиб, а затем к границе с Турцией. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдов, Первый канал, Сирия.